Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 июля. Так как у нас вне очереди поспел в этом году, очень много поспела сорта мясистый, сахаристый. Вообще, сорт он очень вкусный. Буду сейчас его дегустировать. Обычно он поспевал немного попозже, но в этом году из-за жары, вот видите, в начале июля вот такое изобилие. И все нужно попробовать, все нужно покушать. Ищу самый сладкий томат. Да, среди такого многообразия сложно выбрать какой-то один, найти сорт. Но я знаю, что мясистый сахаристый у меня вот этот. Сейчас его и будем дегустировать. Этот сорт попал ко мне на официальную дегустацию вообще впервые. Я его даже не показывала ни разу, хотя растет у меня 3 года. Просто сортов очень много и до некоторых руки не доходят. И вот сейчас, когда я решила его описать, потому что это очень достойный сорт, я вот положила их и обратила внимание, смотрите, как они сильно похожи. Вот на тот томат, который я первой дегустировала, знаменитая клубника Миссис Шлаубах, еле выговорила. Смотрите, те же самые клубнички вытянутые, тот же самый цвет. И по описанию они тоже похожи, потому что это высокорослый сорт для закрытого грунта, для теплиц. Два года он рос у меня в теплице, в этом году попробовала его в открытом грунте. И вот видите, сюрприз, в начале июля уже спелые плоды. Это потому что они у меня вместе с другими томатами сидели в темной холодной бане, то есть прошли процедуру консервации. Сеяла я рано для теплицы, но так как иностранцы заполонили в этом году у меня теплицы, они потеснили мои сорта, и вот их пришлось высадить в открытый грунт. Я даже этому рада, потому что везде написано, что он для закрытого грунта, то есть для тепличного выращивания, но он у нас вырос и на улице, и созрел прекрасно, и красивый, и он еще и вкусный. Он вкус похож на розовый мед, на эти томаты. Хотя смотрите, у него плоды сердцевидной формы, и они должны быть покрупнее немножко, 300-400 грамм. У меня вот на улице всего 2 кустика, и они получились как вот нижние 200 граммовки, не больше. Я опять это объясняю тем, что очень жарко. Всем томатам в этом году моим не доставало влаги, они не налились полноценно. А так как было жарко, они очень быстро начали созревать, и у них вот этот налив плодов, он был кратковременный, он закончился заранее. Вообще он обладает сладкой, сахаристой мякотью, такой же, как вот все крупноплодные. Но семян немного, и поэтому вот этой мякоти много. Использование, конечно, универсальное. Его можно кушать в свежем виде. Ясно, что вот такие отличные, вот такие поспевшие, вкусные плоды. Я сейчас не буду ни мариновать ничего, будем использовать только на салат. К достоинствам сорта можно отнести вот такую стабильную урожайность. Он у меня в теплице всегда давал много плодов. Смотрите, какой он красивый внутри. И какие-то, да, вот эти камеры, многокамерный, это значит уже не простой томат, а такой мясистый, сахаристый. И он еще устойчив к перепадам температур. Ну и, конечно, высокие вкусовые товарные качества. Товарные качества, это вот красота вот этих клубничек. Так, та у нас клубника шлаубах, какая-то импортная. А это будет наша, русская, сибирская клубника. Но не шлаубах, а просто клубника. Кстати, и похоже они на клубничное дерево. На клубничное, на это, не на клубничный десерт, а на клубничный... Короче, все запуталось. Вот есть какой-то сорт, который в форме клубничек. Клубничное дерево или клубничный десерт, не помню точно. Я в них все путаюсь. Не знаю, поверите вы мне или нет, но кислого вообще в томате нет. Вот даже не присутствует. Ну, сейчас захлебну. Сейчас разломлю еще одну. Посмотрим, насколько он мясистый. У меня сегодня только жопки отлетают. Ой, ну, конечно. Смотрите, какой мясистый-мясистый. Вот, вот за такие томаты, с такой арбузной мякотью, с таким сладким вкусом, мы и бились с Катей с самого января, не покладая рук. Зато теперь томатами завалились. И уже на нашем столе появились, сейчас покажу вам, первые шедевры огородной кулинарии. Вот это мы все любим. Смотрите, горячие бутербродики с томатами, с сырно-чесночной обмазкой, с кусочком колбасы. Такой аромат. Вот как раз вот эти томаты сейчас, которые я буду выпотрашивать. Все они идут. Ну, это первое время, пока еще не наелись. Делаем бутербродики, делаем салаты. Сегодня буду делать запеченные томаты. Все-все-все. Оценка вот этому сорту. Мясистый-сахаристый. Номер 59 в каталоге. Оценка наивысшая. Прямо 5 баллов. Вы знаете, мне вот я его покушала, мне даже показалось, что он более сладкий, чем ботяня и пудовик. Бывает и такое. Сурт не очень известный и не очень распространенный, как мне кажется. Потому что остальные названия все на слуху. Все про ботяню, про пудовика, любимый праздник, все знают. А вот этот мясистый-сахаристый, его знает мало кто. Но он нисколько не уступает. Для теплиц идеальный.